я вас приветствую уважаемые зрители на дворе значит сегодня 4 марта 2015 года то есть пост а кушать хочется поэтому на вечер я сегодня приготовлю овощное блюдо такая что-то наподобие овощной запеканки отдаленно напоминающая рататуй ну как бы не скажу что полностью моего изобретения ну просто собрал овощи и значит вот видите порезал картошку здесь нету килограмма до килограмма не очищал просто помыл хорошенько две большие луковицы крупно порезал из жирного наверное это будет здесь пол килограмма тертого сыра два перца болгарских три крупных помидора крупно порезано дзукини и баклажан баклажан немножко больше чем нужно баклажан замочил в соленой водичке говорят так уходит горечь поэтому делаю так всегда что сейчас сделаю вот у меня есть чугунная сковородка смешаю два вида масла подсолнечное и оливковое приличное количество нали сюда очень сильно разогрею поставил на самую мощную конфорку очень сильно разогрею и начну обжаривать сначала картошку и все остальные овощи кроме кроме помидор до такой красивой золотистой корочки то есть картофель обжарится станет красивым и коричневым но внутри абсолютно принципе сырым что мне нужно обжарить хорошенько овощи но чтобы они оставались еще при этом сырыми после обжарки в общем то после обжарки не остается кроме как вложить все это в право в право в противень засунуть духовочку довести до полной оставшейся готовности у вас получится такое весеннее блюдо овощное в принципе подходящая в пост и очень с большим количеством витаминов так сказать ну приступаем начну с картошки вы видите я не вывалил полностью всю картошку которая у меня была я просто одним слоем чтобы она хорошенько обжарилась со всех сторон еще не нагрелась до такой степени как должно что газ на полную катушку просто валит когда это все разогреется это конечно будет шкварчать и лететь в разные стороны но так нужно нужно придать красивую корочку вот до такой степени обжариваем картошку на абсолютно сырая все забрасываем вторую партию аккуратно потому что масло очень разогрета в один слой ну и таким образом обжариваем всю оставшуюся картошку картошка полностью готова то есть полностью обжарена масло кипит сейчас забрасываем лук большими кольцами 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 не останется такими красивыми ну развалится конечно но обжариваем также на очень большой температуре лук практически дошел до готовности буквально 4-5 минут постоянно это дело ворошите чтобы он не подгорел сейчас вынимаю лук и забрасываю наверное перец также быстро обжаривается перец и забрасываю зукини обжарились перец и и теперь пришло время дзукини. Выбрасываем все в то же самое масло Нет дзукини, используйте баклажаны, смотрите сами Здесь продаются только дзукини, поэтому я бросаю их. Дожариваются дзукини и теперь буду забрасывать синенькие, как же у нас говорят, которые отмокли в соленой воде, но почему в последнюю очередь они, потому что они как губка впитывают все масло в себя, поэтому вот все это дело я обжарил на одном и том же масле я не доливал ничего, вот лук, картошку, дзукини, топированный А вот меланзаны, как говорится на итальянском языке, эти нужно обжаривать, вот уж очень они впитывают в себя масло, поэтому простилаю сейчас одним слоем и потихоньку, доливая масло, буду их обжаривать Ну а сейчас увидите, как буквально 5 этих кружочков высушить сковородку, в которой до этого в этом же масле жарились все предыдущие овощи, ну в общем так же самое, обжариваем Вот, обжариваем, единственное, которое мы оставим, не будем жарить, это помидор Видите, я еще даже не переворачивал, а сковородка уже сухая, просто как губка На каждую порцию баклажан приходится постоянно подливать масло, немножко одного, немножко другого То есть впитывают просто с ураганной скоростью Ну, поэтому мы не будем добавлять потом уже в последующем в противень, ни масла, ничего Поскольку все это уже у нас как бы будет внутри Ну вот, наконец-то я закончил обжаривать все овощи Дыму, конечно, ухайдохал всю кухню, все в масле Но поверьте, это того стоит Открыл балконную дверь, потому что, блин, куча дыма была Не справлялась даже вытяжка Ну все, все подготовлено, все как бы обжарено Теперь начну укладывать Первым слоем пойдет у нас картошечка Сейчас я перемещаю сюда Вот, и в такой вот противень буду укладывать картошку Картошечка улеглась Следующим слоем буду выкладывать лук После лука укладываем баклажаны Баклажаны на месте И теперь я посыпаю все это дело хорошенько тертым сыром Заметьте, я не солил, не добавлял никаких жиров То есть то, что впитали овощи То у нас и будет Вот так вот Отлично После сыра я забросил сладкий перец И сверху сладкого перца забрасываю зукини Распределяем равномерно Распределяю и доброшу весь остаток сыра Который у меня остался Вот так вот И теперь выбрасываю весь оставшийся сыр Запахи Запахи, ребята, уже идут отлично А будет еще вкуснее А будет еще вкуснее Вот какие овощные блюда я пробовал готовить Типа запеканки разные и все такое Ну вот это вот, по-моему, самый кайф Ну и все, сверху я укладываю помидорчики Которые я нарезал толстыми Мы их не обжаривали Вот так вот Почему не обжаривал? Потому что помидоры оставляю я под самым верхом Просто как щита Все закрылось все просто отлично Помидоры под самым верхом Я их потом Потом увидите, что сделаю То есть они обжарятся, поджарятся сверху Поэтому Раньше их обжаривать не было нужды Мне нужно немножко сока, который они пустят Вот Солить я не буду Я просто потом За несколько, ну за минут 15-20 до По вытаскиванию из духовки Я возьму оливкое масло Подсолю И кисточкой помажу сверху помидорки Это будет последний штрих И посыплю сверху грана подану Твердым сыром тертым То есть это вот сорт очень твердого сыра, который тертый Если тот был мягкий, то этот твердый То есть для придания корочки солености небольшой Вот Посыпем еще этим сырком Ну а теперь Этот противень Я разогрел духовку до 200 градусов Вот Ну и отправляю это дело Пока на пол часика А потом Посмотрим Пол часа прошло Я вытащил противень Вот Посмотрите Там появилась водичка в противне То есть сок с овощей Ничего не горит Ничего не пригорает Все потихоньку тушится Значит так Помидорки немножко так Как бы Запрели И вот теперь я беру это оливковое масло Подсоленное И смазываю Смазываю помидоры Чтобы они хорошенько Немножко поджарились Я сейчас еще увеличу температуру В духовке Пока Пока Окончательно Сыром сверху не посыпаю Пока еще рановато Сейчас как раз Вот помидоры По идее практически готовы Блин Сенька там орет Вот Подсоленным Оливковым маслом Смазал Помидоры Сейчас увеличу до Двухсот Двадцати Градусов Температуру И ставлю еще На минут десять Пятнадцать Думаю на пятнадцать Ну вот Прошло еще пятнадцать минут Вот Эффект Который мы хотели достигнуть Сейчас Присыплю все это дело Немножко Тертым твердым сыром Оставлю еще На пять минут И духовку Включу на максимум То есть пять минут И максимум духовки Все блюдо абсолютно будет готово Ну вот Наше блюдо Дошкварчало До финального конца Вот так вот оно выглядит Очень вкусно Моя жена Например Предпочитает еще Добавить Например В тарелочку Ложечку Сметаны Вот Может быть Не совсем постное блюдо В конечном итоге Получилось Потому что большое количество Сыра Ну по крайней мере Ну там Сало И мясо Там нет Вот Ну попробуйте Очень вкусно Я один раз Как бы так вот Все это дело Как бы придумал И мне очень понравилось После этого я готовлю Готовлю именно вот В таком виде Как приготовил Сегодня Вам Очень вкусно Приятного аппетита Попробуйте Счастливо До новых встреч